Приехали. Приём, приём. Ребята, всем привет! Я сегодня решила записать короткое видео, в котором я хочу поделиться с вами тремя причинами, которые сдерживали меня, наверное, из-за которых я потеряла 10 лет в своей жизни, чтобы откладывал свой успех как художника. Наверное, это лучше сказать так. Итак, причина номер один — это отсутствие поддержки. Отсутствие поддержки от самых близких людей — мама, папа, муж, жена, ваши друзья. Я уверена, что вы очень часто могли слышать от них такие слова. Но займись уже делом! Художник — это тот, кто может заработать на стакан воды и кусок хлеба. И вы знаете, у меня был очень хороший показательный случай в моей практике, когда в 2012 году желание стать художником и заниматься только своим творчеством, это было в 2012 году, и моё такое желание, оно было же таким маленьким. Я помню, я написала три картины своих первых «Масло-холст», и моя мама сказала, «Ну что, ты теперь пойдёшь в здание администрации, наверное, там все наши художники выставляют свои работы и пытаются их продать тысячи за полторы?» Тогда мне было очень обидно, но я не стала обижаться на свою маму, потому что я понимаю, что по второй причине, по причине отсутствия реальных, частых примеров, успешных художников в нашем обществе, в нашем окружении, именно поэтому и никто не верит, что искусством можно жить, искусством можно зарабатывать и иметь регулярный достойный доход. И действительно так и есть. Успешных художников очень мало в России, в странах СНГ, и только единицы, как мне кажется, процентов 10-15 из них готовы рассказывать о своём успехе и какими способами они пришли к этому успеху. Где-то там у себя в Инстаграм иногда напишут пост. Ну так вот, поделиться. А причина номер три, она третья, но она не такая низкая по приоритетности, я бы сказала. Это в российских либо в других институтах, арт-институтах не рассказывают и не преподают и не обучают, как продавать свои работы. Творческие работы, это могут быть картины, иллюстрации, скульптура, абсолютно всё, что угодно. У меня был опыт в 2015 году. Я была уверена, что единственное, что мне не хватает, это академического высшего образования в арт-сфере. и я тогда пошла в Суриковский институт, чтобы понять, чем они мне могут помочь. И на самом деле это было для меня огромное разочарование, потому что они действительно вас научат там сильному академическому рисунку, живописи, всем другим прикладным техникам. Если вам повезёт, у вас будет нереально харизматичный педагог по истории искусств, и он вам ещё раз расскажет о великих мастерах различных столетий. Но никто вам не скажет, как продавать ваши работы, как жить только своим творчеством. И это самый, так скажем, разочаровательный момент в образовании, в арт-образовании в России. Я уверена, что в других странах там и предыдущего СНГ то же самое. И как сейчас помню тот момент, у меня был любимый преподаватель в Суриковке, который действительно раскладывал всё по полочкам относительно рисунка, живописи и так далее. И я его однажды спросила, ну а как же продавать картины? И причём на тот момент у меня уже были продажи, факты продаж, на что он мне сказал, дорогуша, ну ты вот пиши свои картины, пиши, а продают единицы. И чтобы не расстраиваться, лучше не думай об этом. И вы знаете, подытожить эти три причины я хочу, и я стараюсь доносить эту мысль на всех своих вебинарах, каких-то онлайн-эфирах, что мне кажется, что мы то самое поколение художников, иллюстраторов, фотографов, которые могут изменить эту ситуацию, потому что перед нами сейчас открываются нереальные глобальные возможности того, что весь мир переходит в онлайн. и каждый из нас вне зависимости от того, что вам нравится писать, какие сюжеты, какие у вас работы, аудитория, она огромная, и абсолютно каждый может найти своего покупателя. Вам уже не нужно ехать физически на какую-то выставку, вы просто можете загрузить свои работы в онлайн-галерею, где собраны люди, которые готовы платить за ваше творчество. В комментариях напишите, пожалуйста, согласны ли вы с этими тремя причинами, возможно, вы считаете, что есть какие-то другие более важные причины, и давайте их обсудим.